Дорожные видеокамеры в стране В нашем регионе сейчас обсудим в нашей студии по видеосвязи с нами Денис Скандалин, заместитель руководителя Центра безопасности дорожного движения Пермского края. Денис, здравствуйте. Вот вся эта история с дорожными видеокамерами, объединение в единую систему контроля. На ком сейчас вообще этапе этот проект? Добрый день. Действительно, данный проект начал развиваться в последние годы. Действительно, актуальность этого вопроса существует определенная, с учетом того, что в некоторых регионах развитие региональных систем действительно пошло вразрез с теми требованиями, которые восстанавливаются в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. В связи с чем и возникает необходимость создания такой единой системы. В то же время на территории края созданная информационная система развивается в соответствии с теми требованиями, которые установлены в МВД. И, соответственно, мы не видим для себя каких-то сложностей с тем, чтобы войти в создаваемую федеральную систему. То есть вы имеете в виду, что физически, в принципе, интегрировать это несложные данные передавать в федеральный центр? Безусловно. Это не является какой-то задачей, которая будет носить неразрешимый характер с технической точки зрения. Возникают вопросы, связанные непосредственно с реализацией самого технического решения на уровне федерации, на уровне регионов отдельно, где могут возникнуть сложности, связанные с использованием техническими решениями, непосредственно в качестве системы фото-видеофиксации нарушений. Правильно я же понимаю, что каждый регион все равно как-то по-своему реализовывал эту систему, но их взять и разом объединить, за один час невозможно интегрировать в одно единое решение. Может быть, это будет какими-то пакетами. Пермский край, может быть, там войдет с другими регионами, в первую волну или во вторую. В данном случае основной задачей будет со стороны федерации провести грамотный пилотный проект, сформировать требования к сопряжению с системами, существующими на территории регионов отдельно. Тем самым будет обеспечено плавное и качественное вхождение всех регионов в данный проект. Вы правильно понимаете, что сейчас никто эти события форсировать не будет, в ближайшие дни этого не произойдет? Потому что все понимают, какая ситуация в стране. Да, все совершенно верно. Идет полномерная работа подготовки как технического решения, так и порядка организации всех работ. Поведственно, срочности какой-то прям нет. В чем суть новой системы? Зачем все это передавать на уровень федерации? Одной из таких было идей, чтобы защитить от какого-то доступа злоумышленников в регионах и так далее. В чем преимущество новой системы будет, единой федеральной? В единой системе основной из особенностей будет защита всех данных, а также контроль всех обращений, совершаемых должностными лицами в систему. В части розыска автомобилей, в части каких-то мероприятий дополнительных, будет фиксироваться с помощью электроспровой подписи. То, собственно, в большинстве систем и в настоящее время имеется, которые развернуты в регионах. То есть мы имеем возможность считать схожие мероприятия с тем, что планируют создать на уровне Российской Федерации. А вообще Пермский край как на фоне других регионов сейчас выглядит? Можем ли мы кого-то научить и какой-то опыт, наоборот, перенять от каких-то более развитых регионов, там, столицы, там, прежде всего? В настоящее время развитие систем фото-видеофиксации на территории Пермского края осуществляется за счет краевых средств в том числе. Все комплексы фото-видеофиксации, размещенные на территории края, эксплуатируются нашей организацией. У нас нет частных фото-видеофиксаций, фиксирующих нарушения. Таким образом, мы работаем на территории края достаточно прозрачно. Вся информация о размещаемых на автодорогах комплексах у нас публикуется в открытых источниках. Стоюбители могут в любой момент ознакомиться с актуальными сведениями о размещенных комплексах. А сколько вообще этих камер и комплексов вообще перейдет в эту систему вообще из Пермского края? Ну, все равно, может быть, не точное число, назовите порядок цифр, да? Потому что постоянно вводятся новые комплексы каждый год, мы это знаем. Действительно, сеть расширяется каждый год. Мы однозначно будем передавать все комплексы, все сведения с комплексов, существующих и вводимых в эксплуатацию без исключения. А это сколько? Сколько порядок цифр вот этих комплексов? В настоящее время у нас на территории Пермского края размещено больше 200 стационарных комплексов фото-видеофиксации. А также мы осуществляем выставление передвижных комплексов фото-видеофиксации. Есть у нас какой-то удачный опыт, который мы можем тиражировать на другие регионы? Потому что есть у меня такое субъективное мнение, что не во всех регионах есть 200 комплексов фото-видеофиксации. На самом деле количественная характеристика не является основополагающей в данном вопросе, потому что основная задача комплекса все-таки снижение смертности, аварийности на автодорогах. Первая очередная. Соответственно, наш опыт развития самих систем и там, например, неиспользования частных каких-то решений, он во многих регионах воспринят достаточно положительно был. То есть для многих регионов, на самом деле, получение, скажем так, возможности развиваться за счет средств собственных, либо за счет средств, привлекаемых на основе партнерства с бизнесом, оно выглядит приоритетным в той или иной мере, нежели развитие за счет средств, скажем так, региональных бюджетов. А как вы считаете, что если вот эти все камеры, когда этот проект финальный реализуется, все передадут, ну, так сказать, в единый федеральный центр, все будут передаваться данные, регионам-то оставят право самим развивать эти системы? То есть если Пермский край, допустим, до этого все время был в лидерах, то, может быть, он там дальше будет таким оставаться? Размещение на автодорогах комплексов фото-видеофиксации зависит от счетов аварийности, от мест концентрации ДТП. И в большей мере решение о принятии, решение о размещении комплексов на автодорогах будет зависеть от региона. Соответственно, если у региона будет появляться потребность в размещении, объективная, связанная с возникновением ДТП на каких-то участках дороги, то, соответственно, регион будет принимать решение о выделении финансирования для обеспечения указанных мероприятий. Денис, наверное, последний у меня такой вопрос. Не знаю, насколько он глобальный. Ближайшие планы по развитию системы. На этот год, можно сказать, потому что какие-то планы уже развиты, но и на такой стратегический период 3-5 лет. В ближайшие годы мы планируем развивать не только систему фото-видеофиксации, но и расширять ее функциональные возможности. Осуществлять поиск автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, лесоматериалы. Начнем различать общественный транспорт, грузовые и легковые автомобили с помощью существующих пяти комплексов фото-видеофиксации. Начнем анализировать перевозку опасных грузов. Сюда же здесь, опять же, завязана вот эта интеллектуальная система управления транспортными потоками, которую презентовал в том числе Минтранс и ваш центр буквально пару месяцев назад. Да, действительно, в том числе система будет развиваться, и система работает на основе тех данных, которые получает с комплексов. Тем самым мы будем улучшать работоспособность в целом, уличной дорожной сети. Ну да, про интеллектуальную систему это отдельная тема. Наверное, мы ее еще обсудим в нашей студии. Спасибо вам большое за информацию. Денис Кандалин с нами на связи, заместитель руководителя Центра безопасности дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова